Ибн Мас'уд, радай Аллаху, говорил كيف أنتم إذا لابساتكم فتنة يرب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير Говорит, что вы будете делать, когда вас коснется смута, в которой вырастет ребенок, хорошо, и, то есть, посидеет взрослый. То есть, такая смута, которая заставит ребенка, то есть, повзрослеть раньше времени и постареть, посидеть человека взрослого раньше времени. وَتُتَّخَدُ سُنَّةٌ يَجْرِ النَّاسُ عَلَيْهَا فَإِذَا غُيِّرَ مِنْ هَشَيْهُنْ قِيلَ تُوْرِكَتِ السُنَّةِ И люди будут считать сунной то, что они делают. То есть, свои деяния, которые известны среди людей, они будут говорить, что это и есть сунна. И если что-то из того обычая, которое они совершают, будет изменено, они будут говорить, Субханаллах, люди сунну оставили. الله أُمْ سَعَالَ قِيلَ مَتَا ذَلِكَ يَابْ عَبْدُ رَحْمَانِ И сказали тогда у Абу Абду Рахман, то есть Абду 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 Мас'уд, когда же это случится? Он сказал, إِذَا كَثُرَ قُرْرَاوْكُمْ وَقَلَّ فُقَهَاوْكُمْ Когда будет много у вас чтецов Кур'ана, но мало тех, кто понимает его, то есть знающих людей, мало будет. وَكَثُرَ تَمْمَالُكُمْ وَقَلَّ أُمَنَاوْكُمْ И будет у вас много имущества, и мало будет тех, кому можно доверять. وَالْتُمِسَاتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ И люди будут искать мирского посредством деяний вечного. وَاللَّهُ الْمُسْطَانِ وَتُفُقْكِهَا لِغَيْرِ الدِّينِ И люди будут изучать не ради Аллаха, Субханаху ва Таалю. Братья, какие же это страшные слова от Абду Ла ибн Мас'уд. Придут такие фитные братья, человек праведный, если он молодой и увидит это, он, братья, раньше времени состарится. То есть раньше времени он хорошо повзрослеет. Взрослый человек раньше времени посидеет, состарится, когда увидит этот ужас. И люди будут считать сунной то, к чему они привыкли между собой. И они будут говорить, это сунна. Что если люди будут это менять в правильную сторону, они будут говорить, Субханаху оставили сунну. Как люди, которые привыкли к этим, то есть хорошо поминкам на третий, седьмой, сороковой день и так далее. И люди настолько привыкли, что когда ты говоришь им, что это не является сунной посланника, они говорят, в смысле, наш мула же делал, и его папа делал, а его еще папа делал и так далее. Мы говорим, вот, вот это время. Почему? Потому что, как сказал Ибн Мас'уд, когда это случится? Когда будет много чтецов в Куран. Сегодня много чтецов в Куран или нет? Как много людей умеют читать Куран? Вообще без проблем. Как и много людей красиво читают Куран. Много людей, братья, школы хафидов по всему миру. И, Субханаху, люди, как, хорошо, то есть как бусинки на нитку натягивают, так прекрасно читают Куран. Аллаху аль-Мустан. Но сколько, братья, знающих среди них? Сколько понимающих? Сколько, братья, в школе хафидов преподавателей по тафсиру? Ты изучил что-то, заучил ты что-то. А ну-ка, ребенок, что же значит то, что ты прочитал? Вот эти проводят огромные конкурсы с огромными, то есть финансовыми призами и так далее. И дела нет никому. Человек понимает, что он читает или нет. Главное, красиво ли он читает. И чем красивее ты читаешь, тем больше ты денег получишь, Субханаллах. И поэтому говорит, что? Потому что у вас много денег. Но мало кто из вас, то есть достоин доверия в этих деньгах. И говорит, И посредством деяний, которые должны быть у тебя для того света, ты ищешь мирское. Когда ты слышишь, что? Читать Кур'ан. Награда или награда? А когда ты посредством этой награды что желаешь? Желаешь получить какие-то финансовые. Я пойду, что? На соревнования, конкурс читать Кур'ана. Субханаллах. И читаешь ты Кур'ан, знать ты не знаешь, о чем ты читаешь и так далее. И за это что? Получаешь деньги. Следующий конкурс. И туда я поеду, подожди-ка. И попробуй ты первое место там не занять. И ты грустишь. Субханаллах. Мог бы заработать миллион, а не заработал. Посредством чего, Раба Аллаха? Посредством Кур'ана, Субханаллах. Ты хотел заработать миллион, и еще грустишь, что ты не заработал? То есть ты не переживаешь, что ты посредством своего Кур'ана, может быть, огонь себе зарабатываешь. Или же что? На камеру. Некоторые нашиды поют. Некоторые вот так вот Кур'ан сидит и читает. Ты когда читаешь этот Кур'ан вот так на камеру перед собой, ты чего желаешь? Чтобы все увидели, какой ты красивенький молодец, какой у тебя красивый голос? Или же ты устрашаешь людей аятами Всевышнего Аллаха, Субханаллах. Послушайте, что говорит ваш Господь. И так далее. То есть если человек, даже если он снимает себя и считает, что в этом есть нужда и так далее, но делает это с целью чего? Устрашить людей смыслом этих аятов, это совсем другой вопрос. Но для чего это делает? Как человек в мечети ставит себе камеру и молится на камеру. Аллах ибарик, Субханаллах. То есть ты, который должен скрывать свои деяния так, чтобы левая рука не знала, сколько правая садака дала, ставишь камеру. Шейх Аль-Фаузан говорил, что этот человек лицемер. Что люди, которые ставят, знаменитые чтецы, которые что, ставят себе камеры и вот так читают и так далее всю свою молитву, это, братья, лицемерие, алия, это лицемерие. Если это не является нифаком, что на этом свете является нифаком, Субханаллах? Где ты тогда собираешься скрывать свои деяния? Где ты собираешься хорошо проявлять скромность перед Всевышним Аллахом, Субханаллаху? Ва тааля, ва Аллаху, мустаан, братья. Ва Аллахи, братья, это удивительно, Субханаллах. И это все среди людей считается, я же вам уже приводил пример, что к чтецам относятся братья как к разным рок-группам, Субханаллах. Как некоторые раньше говорили, что я когда вот этих рокеров слушаю, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар влядли говорили, хорошо, но, то есть удивлялись, вот это, то есть он меня уносит куда-то там и так далее. Сегодня говорят то же самое про чтецов. Когда читает такой, о, я прям просто, что ты просто, Субханаллах? То есть да, действительно, бывают такие чтецы, которые уносят твое сердце, уносят твое сердце под трон Всевышнего Аллаха, Субханаллаху Акбар. В том смысле, что ты, брат, чувствуешь такое смирение, когда ты слышишь чтение того человека, который ты надеешься, что он боится Всевышнего Аллаха, Субханаллаху Акбар. Это совсем другой вопрос. Но когда ты понятия не имеешь, о чем он читает, и тебе просто нравится его голосок, Субханаллах, знаю, у раба Аллаха, что это очень большая проблема. И сегодня у нас, братья, праведные люди, то есть мы нуждаемся в донесении этого до праведных людей, не говоря уже о джагиле. То есть у нас в это впадают те люди, которых люди, Субханаллах, считают праведными. И об этом и говорит Ибн Масауд. Поэтому, братья, в том положении, когда вводятся в новшество ежедневно, когда у нас оставляют и люди предостерегают от нововведения, говорят, ты что, маджнун, что ли? Если ты сегодня скажешь, брат Субханаллах, побойся Аллах, зачем ты эти слова, то есть этот Куран, вот это чтение выставляешь, он говорит, аузу билля, тебе Куран не нравится, прекрасно он читает и так далее. Или же ты, если скажешь человеку, который приходит на какую-нибудь передачу и что, разговаривает, как обычно, и раз начинает напевать Куран, ведь сказал Аллах, вот так и так далее, вот таким образом начинает разговаривать, и ты говоришь, брат, побойся Аллах, это же нельзя, говорит, аузу билля, человек тебе Куран напоминает, а ты вот так говоришь и так далее. Субханаллах, ля и ля и ля и ля, братья. И когда люди изучают религию Аллаха, не ради религии. Сегодня люди, братья, заходят, чтобы получить корочку шариата в исламские университеты. Почему? Потому что для той или иной профессии обязательно у тебя должна быть корочка, диплом и так далее. Если это, братья, не заходят в подобные слова, что братья заходят?